Сегодня мы продолжаем нашу беседу с Ольгой Демченко, стилистом. И сейчас мы будем разбирать мой образ, мой стиль. Олечка будет делать мне консультацию. У вас есть уникальная возможность посмотреть, как это происходит. Мы запаслись чаем с имбирем, потому что на улице холодно и мы хотим быть здоровыми и красивыми. С чего мы начинаем? Это с определения цветотипа, как известно уже. Расскажу, как я это делала сначала. То есть, так как мы познакомились в интернете, я отследила тебя в фейсбуке по фотографиям. Мне нужно было подготовиться и создать мудборд, который я никому не показываю. Может быть, когда-нибудь захотят выкупить их. Я шучу. Может быть, когда-нибудь я стала суперизвестным человеком и ты продашь мой мудборд за миллион долларов. Да, да, да. Нет, это делается для того, чтобы мне понять вообще суть и внешнюю оболочку человека и что ему рекомендовать. Вот. Поэтому для начала я хотела бы услышать твою мотивацию. Перед тем, как перейдем на уже конкретные. Для чеку мне нужно. Да. Зачем тебе стилист? Зачем ты меня позвала? Смотри, я как бы дожила до 31 года. И вот сейчас начала понимать, что начала интересоваться модой, стилем. Да, и поняла, что у меня нет какого-то четкого определения моего стиля. То есть, есть определенный образ мой, уже сложившийся. То есть, люди, которые меня знают, они воспринимают меня в определенном образе. Перебью. Стиль у тебя уже сложился хорошо. Уже сложился. Но мы его будем исправлять, да. Ну, возможно, да. То есть, меня начало, знаешь, вот как будто бы что-то не устраивать. То есть, мне не совсем комфортно в том образе, в котором меня воспринимают люди. Да, то есть, это не совсем я, потому что я немножко другая. У меня уже есть стереотип, я не знаю, надо его говорить тебе, как я думаю. Конечно, я хочу все знать, да. Достаточно жесткий, прямой человек, со стилем а-ля где-то пацанка, да. То есть, в повседневной жизни это не так. Я на съемках всегда вот такая. Вот, я что определяла по съемкам, поэтому у меня другое впечатление. В повседневной жизни я ношу рваные джинсы, какие-то кофты. Кожаные вещи очень люблю, да. То есть, это где-то вот спорт с налетом, может быть, casual какого-то, да. Супер. Это вот то, как я хожу в повседневной жизни. Это могут быть какие-то шапки с какими-то там висящими штуками, да, какие-то джинсовые пиджаки, какие-то короткие куртки, грубые ботинки, да. У тебя хорошо получается. Но я устала в этом образе. Романтический такой вот, а-ля с французским запахом, что ли, ароматом женщины. Знаешь, как мне моя другая говорит, ты иногда одеваешься как Англия. Вот Англия, знаешь, такая вот... Кстати, да. Я вот, да, она права, я ошибаюсь, не Франция, Англия, действительно. Англия, вот такие какие-то платья. Я жутко не люблю пайетки, я жутко не люблю камни. Больше консерватизм присутствует, да. Да, да, да. Но, как бы, в другой, в другой стороны, моя другая радикальная вообще сторона медали, это Курпатан. Вот я сейчас это узнаю, вернее. Знаешь, я могу надеть там какой-то вообще бесформенный пиджак, который я жутко люблю, он жуткого серого цвета. Это, ну, мои подруги называют его бомж-стайл. То есть, в повседневной жизни я придерживаюсь бомж-стайл. Очень даже в тренде. Да? Да. Они не понимают этого, они, как бы, говорят, что не совсем тебе это идет и так далее. Хотя мне жутко комфортно. Я могу надеть, допустим, серое пальто, вот без пуговиц, да, такой вот, как бы, на запах. При этом надеть черные лосины, кроссовки, и я буду себя безумно комфортно чувствовать. Вот, то есть, у меня здесь, как таковой, сильной работы и не будет, потому что тебе просто нужно привести к тому балансу между вот этой вот красивой женщиной с романтикой, да? Слушай, самое главное, знаешь, что я хотела бы убрать возрастность. Вот почему я, ты меня наткнула на мысль. То есть, ты от крайности в крайность? Да. Ты либо кардинально, как ты говоришь, пацанка, либо кардинально женщина в возрасте. Вот. Я хочу научиться одеваться так и подбирать вещи, чтобы, ну, скажем так, будем откровенны, мне уже за 30, да, как бы, я бы хотела бы скрывать свой возраст. Да, конечно. Но при этом не подать в крайности, что я девочка-подросток, потому что это уже не есть правда, но в то же время не становиться женщиной, да, я хочу еще все-таки лет 10 поддержать вот такой баланс какой-то, ну, чтобы это не было… Даже можно больше. Ну, дай бог, конечно, я буду к этому стремиться, но у меня так и говорят все, что ты либо пацанка, либо Англия уже такая… Состоящаяся женщина. Да, мне это не подходит, я хочу найти баланс, но для этого я и с тобой встретилась. Вот. Поэтому сейчас будет такая вот ремарка, как бы, тут ничего сложного, просто вывести на какую-то гармонию, потому что для многих шок одеть классическое пальто с кроссовками или какими-то массивными ботинками, как у меня, допустим. Вот. Они у них… они не понимают, как это вообще возможно, то есть оно не должно в априори вязаться между собой. Они с разных миров, эти две вещи, допустим. А на самом деле этот стиль, он сейчас самый и актуальный, и очень комфортный в то же время. Этот стиль называется эклектика. Эклектика? Эклектика. 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 Да. Это правильное умение миксования вещей с разных стилей. Женщина стайл, потому что не зря я это проследила в фотографиях, так бы, обычно люди, то, что им больше импонирует, они это выкладывают. Вот. Поэтому, как бы, романтизм – это хорошо, тем более, если в душе человек вот где-то такой волевой, он этим, как бы, компенсирует, так хитро поступает, да. Но иногда, да, с перегибом каким-то, но уклон конкретной женственности такой четкой. Что мы для этого делаем? То есть, тот гардероб, который у нас уже создался как образ женщины, да, его не нужно выбрасывать там. Ну, конечно, перебрать нужно от худшего к лучшему выйти, да. Вот. Но с ним очень легко работать, легко миксовать. В дополнение, тем более, как ты говоришь, у тебя противоположная сторона, я уверена, что найдутся те вещи, которые вот можно их соединить. Конечно. Это очень, это очень крутой такой, мне попался, клиент на счет этого. Потому что мы с клиентами, если это классика консерватизм, полностью кардинально меняем гардеробы, много вещей, уходит бюджета на пополнение вот этих вещей, которые нужно дополнить. Что такое цветотип? Это наш колорит по природе. То есть, мы уже с ним рождаемся, он уже внутри нас. И пускай мы там будем перекрашиваться в разные цвета, мы от него не избавимся. То есть, эксперименты – это хорошо, но когда лето – это холодный цветотип, и она думает, что вдруг мне рыжий пойдет. Я просто была всеми цветами. Я видела, да. Я была черная, рыжая, красная, белая. И ты, наверное, потом анализировала, да? Да, мне комфортнее всего в белом. Вот в таком, даже не то, что не чисто белом. Вот сейчас ты пришла к тому, что вот твое. Причем даже не чисто белое, потому что мне очень важны вот эти вот темные оттенки. Я, когда чисто белая, я неяркая. Ну, я все-таки нашла свой баланс. Да, да. Протягивать корень на длину. Это называется шатуш в парикмагерском искусстве. Сейчас это очень такая вот уже укоренившаяся тенденция. Она мне очень нравится. Если б я, допустим, очень в тренде, только нужно немножко поправить. Ну давай, поправляй. Вот. То есть если б я, допустим, была... Я вообще лето тоже. А кстати, твой цветотип – это лето рожденное, да? Которое постепенно переходящее в осень. Осень? В осень. Я никогда не думала. Мне говорили, что я юг. Рассказываю почему. Потому что лето, оно не всегда склонно к хорошему загару. Я прослеживала фотографии, где у тебя летом удается идеальный загар. Загар, да. Я очень хорошо загораю. И вот когда ты летом, в сезон лета, да, у тебя ближе к осени. То есть это теплый. Зима, лето – это у нас холодные оттенки, колорит, да? А весна, осень – это у нас теплые. Но загар у меня всегда... Я никогда не сгораю. У меня кожа не краснеть. Я приватываю сюда шоколадные оттенки. Когда лето склонно к хорошему загару, это на самом деле большая редкость. Ну, лето, я всегда представляла себе, да, что это такие холодные, неярко выраженные черты лица, волосы с пепельным оттенком. Да, что, ну, это такие, ну, девочка-моль, я бы так назвала лето. Ты сейчас себя описала. Я девочка-моль? Демоль. Я пришла в демоль, чтобы из меня сделали не моль. Вот. Ну, я не могу сказать, что лето – это девочка-моль. Просто, кстати, вот эти вот приглушенные тона, колорит по природе, он очень гармоничен. То есть холодный цвет глаз, да? Да. Это зачастую голубые глаза, серо-голубые с пепельным оттенком. Вот. Поэтому глаза у нас голубые. И, я так думаю, они где-то в хамелеон переходящий периодически в серый. Холодные. То есть глаза у нас холодные. Да. Это первый признак лето, да. Ага. Так же я вижу корень. С пепельным оттенком. С пепельным оттенком. Потом, обращать внимание нужно на цвет бровей. Ну, сейчас… Да, брови накрашены, конечно. Брови, конечно, накрашены. Ну, я думаю, это не где-то не в контрасте с волосами. Нет. То есть с корнем волос. Поэтому тут уже четкое лето. А цвет кожи? Вот. За счет цвета кожи и цвета губ, вот почему такой происходит диссонанс, маленькое расхождение. То есть доминирует то лето, но кожа у нас осень. У тебя кожа по цветотипу, колориту осень. Она плотная, непрозрачная. Зачастую лето – это прозрачная кожа, светящаяся. Где-то даже… Ну, такие люди, они прибегают только к тональным средствам, потому что они не могут без этого существовать. Все недостатки выявлены по природе. А я думала, что я зима. Почему я не зима? Зима – это контрастный колорит. То есть это темный волос. Очень темный. Да. И очень светлое лицо. Либо наоборот, есть южная зима, есть западная, да. Либо наоборот, это темная загорелая кожа и тоже темный волос. То есть это тоже контраст. Но мне идут в покраске всегда холодные оттенки. Правильно. Правильно, да. Конечно. У нас лето, доминирует лето. То есть осень, да, она есть, но мы на нее не сильно акцентируем внимание. Мы больше акцентируем внимание то, что доминирует. Это лето. То есть мы приходим к тому, что нам нужны холодные оттенки. Яркие? Нет. Вот здесь сейчас я буду объяснять. Неяркие тона – это только зима. Светящиеся такие ясные оттенки – это весна, осень. Ты можешь себе позволить ясные оттенки, неяркие, то есть не кричащие. Вот. А нам нужны пастельные тона. Кстати, сейчас очень в тренде оттенки маршмеллоу. Это вот такие вот пудровые, зефирные, очень вкусные оттенки. Я обожаю эти оттенки. У каждого цветотипа есть зачастую даже табу черный и белый в чистом своем виде. То есть у каждого человека должен быть свой черный. Это может быть темно-коричневый, это может быть темно-синий, но он свой черный. На самом деле каждого цвета есть как минимум 54 оттенка. Боже мой, как же мне понять, какой же мне… В следующей встрече я приготовлю палитру. О! Да, я каждому клиенту при следующей встрече разрабатываю личную палитру. Раньше делала я конкретно на цветотипы, которые может там хотя бы 2 смеси быть, но это сложно. Я поняла, что каждый человек настолько универсален и нужно разрабатывать индивидуальную палитру. То есть у меня будет своя палитра, я буду с ней ходить и… Да, это будет как шпаргалка. Круто. Потому что на словах это один цвет, а каждый воспринимает его по-другому. Ну, делись. Вот. В чем я тебя вижу? То есть это цвета где-то какой-то голубизне, то есть морская, да, вот… Лазурь. Угу. То есть, ну она не контрастная, не яркая. Она должна быть приглушенная. Это может быть больше ассоциативно небо. Угу. Вот. Следующий, допустим, розовый. Розовый – это вот как зефир. Угу. Пудровый, да, оттенок. Сейчас почти все дизайнеры последних коллекций на лето-весну выпустили вот пудровые оттенки. Я, конечно, удивлена, потому что я думала, они уже сойдут с поля зрения. Они вошли в тринадцатом году в начале и не сдают своих позиций. Поэтому лету повезло. Да. Вот. Что касается красного. Красный же тоже может быть холодный оттенок. Угу. Мне нужен холодный красный. Только холодный. То есть, если это будет какой-то малейшая… Рыжина, да? Малейшая рыжина, уклон на теплоту – все. То есть, продоминирует осень, и ты будешь в проигрыше, опять же. Угу. То есть, зачем нам это делать? Нам это невыгодно. А черный? Черный, я тебе говорю, табу. То есть, черный для лета, а вот черный для осени – да. Для лета нет? Нет. А белый тоже табу? Белый в чистом, без примеси нет. Это может быть каким-то молоком, кремом – это да. Потому что… Хотя, ты знаешь, вот у тебя так удается загар приобрести идеально. Ты можешь себе где-то там схитрить и летом… Но может только на загорелую кожу. Да, только, только. Вот когда ты полностью доминируешь как осень, это летом, да, в этот сезон, то ты можешь себе позволить белый цвет. Если ты должна, твоя личность должна быть на первом плане. Хорошо, зеленый. Зеленый – это мятка. То есть, тоже приглушенная мята, не кричащая какая-то. Это может быть даже зеленый с каким-то изумрудным оттенком. Ну, это… Да, это вот я говорю, что это такая поверхностная информация. На самом деле, когда будет у тебя на руках палитра… Я выброшу весь свой гардероб, потому что он у меня серый, черный, белый и красный. Его можно обыграть. Это можно добавить этих цветов, какие-то аксессуары. А, еще не все потерял. Да, это шарфы могут быть, бижутерия и так далее. То есть, надо смотреть. Я так не могу сказать, что именно мы спасем, а что нет. Я так не могу сказать. Я так не могу сказать